Девушки отдыхают Девушки отдыхают На синей половине играют выпускники клуба интеллектуальных игр «Белая рысь», выпускники разных лет. Я очень рад видеть вас, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем мы наш вечер встречи с нашей традиционной «Донетки». Блеф, игра. Кирилл Телкин, капитан команды, ну, скажем так, условно, студентов. Кого вы отправляете говорить «Донет»? Я думаю, Дима отлично справится. Дима отлично справится. Великолепно. Даша у вас? Хорошо справляется у нас Руслан. Итак, Дима против Руслана. Вперед! Дима! 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 Великолепно. Начнем с «Донетки». Верите ли вы, что игрунки – это такие обезьянки? Да. Правильно. Плюс пять. Я не сторож брату своему. Отвечал Каин отцу. Может, нет. А кому он это говорил? Не знаю. С Богом он разговаривал. Бог спросил, где брат твой, Авель? Я что, сторож брату своему? Последним в считалке про «Золотое крыльцо» упоминается портной. Дима? Да. На «Золотом крыльце» сидели. Царь-Царевич, король-королевич, сапожник-портной. А кем ты будешь такой? 10-5. Играем. Верите ли вы, что самый популярный поисковик в России – это Google? Нет. А какой, как ты думаешь? Яндекс. Конечно, Яндекс. Отлично. Играем. И заканчиваем. Верите ли вы, что в Киеве говорят на украинском языке? Да. Я всегда считал, что в Киеве говорят не на украинском, а на украинском языке. Есть тонкость такая небольшая – правильно говорить украинский язык. Великолепно сыграли. 10-10. Дима против Руслана. Равная игра. Вперед! Дуэль-игра. Дуэль-игра. Прослушайте темы боев. Первый бой. Играем. Второй – протаемся. Разнообразные братья у нас там будут. Третий бой. Считаем. Четвертый бой. Ищем. Тоже что-то подобное мы уже играли. И пятый бой. Говорим правильно. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Итак, команда Кирилла закончила обсуждение. Даша вот заканчивает тоже. Кирилл, первый бой. Играем, играем и получаем удовольствие, как я слышал, говорил капитан. Кто у вас пойдет играть? Даша сходит на эту тему. Даша великолепна. Даша Цибулькина. А у вас? А у нас любит играть Даниил. Итак, Даша против Даниила. Вперед! Даша! Первый вопрос. В финале 2019 года в нескучном саду в элитарном клубе выиграли они. Даша, у вас фальстар. За этим очень строго следит на шляпе «Транный судья». И у Даниила шанс ответить. Не знаю. На самом деле в элитарном клубе что-то когда могут выиграть или знатоки, или зрители. В 2019 году случилось невероятное. Знатоки напряглись и выиграли. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Гэмблинг – это патологическая склонность к ним. Тема у нас играем. К чему? Да, Даша. К играм. А каким играм конкретно? Азартным. Отличный ответ. Да. Среди амуниции для этой такой военизированной игры маркер, но не офисный. Пейнтбол. Пейнтбол, да. В этой игре 8 сезонов. Игра престолов. Прекрасный ответ, да. Культовый сериал по мотивам романов Джорджа Мартина. Причем у Джорджа Мартина там все не так. Играем. Он, как гласит легенда, мог сыграть труднейший пассаж на одной струне. Что же за композитор и виртуоз крипичной игры? Опа. Паганини. Теперь вы это знаете. 15-20 школьники впереди в следующий бой. Играем. Тема «Братаемся». Братья, братство и разнообразные братания. Тема этого боя. Кирилл, кто пойдет брататься? Ксюша пойдет. Ксюша. У Дарьи, у лицеистов? У нас о братьях знаю я. Хорошо. Ксюша против Даши. Вперед. На то разнообразные. Братаемся. Братья Лемьер положили начало этому искусству в Париже. Кино. Кино. Да. 1895 год. На минуточку. Играем. Именно эти братья-близнецы родились у Реи, Сильвии и бога Марса. Ну, говорят, что в восьмом веке до нашей эры. Ромул Ирем. Ромул Ирем, основатель Емада. Да. В честь двоюродных братьев Дмитрия и Харитона получило имя «Целое море». Да. Пусть это будет Лаптевый. Море Лаптевых. Прекрасно. А вот Дима Шейма знал, но не сказал. Играем. Первый полет одного из этих братьев, разверанный по жеребию, продолжался меньше минуты. Братья Райт. Братья Райт первые, придумавшие и испытавшие летающий самолет. И заканчиваем. Обряд кровного побратимства не обходился без этого холодного оружия. Что побратимы делали? Побратимы. Ресно. Даша, нет? Прошу. Ножа. Побратимы обычно смешивали кровь, надрезая руку, вену, руку и смешивали кровь. Браво, Даша. Это правильный ответ. И снова равный счет 30-30. Следующий бой. Вперед. Уже полюбившийся нашим игрокам и нашим зрителям бой под названием «Считаем». Ну, в прошлый раз это была сказочная математика. Разнообразные герои складываем, умножаем, делим. Кто пойдет считать, Кирилл? Дима пойдет. Диму ждем. Даша у вас? У нас, как и в прошлый раз, пойдет Сергей. Ну, Сергей, культовая фигура. Итак, считаем. От количества стульев мадам Петуховой отнять негритят Агаты Кристи. Дима? Пусть будет ноль. Ноль? Я считать не умею. Вот такие у нас карты по этому. Прошу вас, рассуждаем. Итак, рассуждаем. Я считаю, что у стульев было 12. Так. Негритят же. Сколько ж более? Тихо, тихо, тихо. Так. Негритят, допустим, их было 13. 13. Все понятно. Вот Диму пробило, по-моему, жену. По-моему, их было 10. Их было 10. И что у нас получается? Вроде 2. Вроде 2. 12 минут здесь равно 2. Великолепно. Играем дальше. Годам одиночества у Габриэля Гарсия Маркеса прибавить мгновение апреля из песенки «Марий Кирек». Сколько же лет одиночества было у Габриэля Гарсия Маркеса? Число круглое. Ну, у Габриэля Маркеса, Гарсия, было 100 лет одиночества. А сколько было мгновение апреля в песенке у «Марий Кирек»? Я не знаю, сколько было мгновение апреля. Я знаю, это лиска 17 мгновений весны. Пусть будет 117 в сумме. И это правильный ответ, да. Число коров в свежей строке шестилетнего поэта разделить на первоначальное число друзей Оушена. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы. Свежая строка. А сколько же было друзей Оушена в самом первом фильме? 11 друзей Оушена, 33 на 1, все равно 3. Играем дальше. Количество лет капитана Дика Сэнда умножить на количество польских танкистов с собакой. О, как сложно все, да. Сколько лет было 15-летнему капитану? Вы не поверите. 15. А сколько у нас было танкистов-то? 4 танкиста и 1 собака. Культовые фильмы, культовые романы. Ну что ж, ну не читали, ну бывает, играем. Минуты в новогодней песенке Гурченко, деленные на зернышки апельсина у Холмса. Так, Дима, нажал? Пусть, ну, Гурченко, известно, всем поет про 5 минут. Так. Сколько долек у Холмса? Зернышек. Зернышек у Холмса было, я не знаю. Я предположу, что 5, чтобы поделилась красиво. Поэтому пусть будет одна. Ну, а это... Великолепное рассуждение. Дима, о своей способности рассуждать вы посрамили Сергея. Вот, потому что так... Снимаю шляпу. Он снимает шляпу. Итак, Дмитрий Шейма, великолепный игрок, будущий великий картограф. 40-30. Студенты впереди. Следующий бой. Вперед. Тема ищем. Опять-таки, по поисковым запросам определить сказочного персонажа. Кто готов открыть двери в сказку у вас, Кирилл? Да кто угодно. А откроет Лиза. Хорошо. Даша, сказочник у вас. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит. Таким у нас является Руслан. Итак, Лиза против Руслана. Вперед. Ищем. По поисковым запросам определяем сказочного персонажа. Выращивание роз в городских условиях. Раз. Осколочные ранения в сердце и в глаз. Два. Пазлы необычной формы. Три. Кто это? Лиза? Это Кай. Это Кай, конечно же. Из снежной королевы. Вынужденное плавание в закрытой емкость. Раз. Как превратиться в насекомое. Два. Управление островом. Лиза. Ну, как же его звали-то? Да, Лиза. Робинзон Крузо. Робинзон Крузо. Как превратиться в насекомое. Еще. Ладно. Прошу. Есть идеи? Руслан. Ну, вот практически тот же самый автор, который вашего героя придумал. Руслана с Людмилой. Раз. Два. Я не знаю. Я не знаю. Ну, ребятушки, будь же князь ты комаром. Князь Гвидон, который плавал в бочке, руководил островом и потом через море летал то комаром, то шмелем и так далее. Играем. Разведение гусей. Раз. Способы уничтожения грызунов. Два. Карта Лапландии. Кто это? Лиза? Это Нильс. Нильс Хольгерсон. С кем он там путешествовал? С дикими гусями. С дикими гусями. Это правильный ответ. Ваня. Конструкция рогатки. Дрессировка крыс. Использование крокодилов для обмана прохожих. Лиза. Шапокляк. Старуха Шапокляк. Да. Вместительность кувшинов. География Индии. Как подвинуть футбольные ворота? Как же звали этого старикаты? Хатабыч. Старик Хатабыч. И Лиза Терещенко блестяще завершает этот бой. 60-30. И это уже заявка на победу. Итак, пятый бой. Говорим правильно. Кто у нас в команде Крилла бывает самой правильной и точной речью? Попробую я выступить. В этой роли. Хорошо. Даша, у вас? У нас в русском хорошо разбирается Константин. Итак, Кирилл против Константина. Вперед! Я даю неправильный вариант устойчивого выражения, а вы говорите правильно. Поехали. Пораскинуть головой. Пораскинуть мозгами. Великолепный ответ. Проектировать легкие замки. Кирилл? Ну, видимо, воздушные замки. А полностью? Создавать воздушные замки. Нет, нет такой фразы создавать воздушные замки. Может, Константин знает? Строить воздушные замки. И это правильнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая фраза. АПЛОДИСМЕНТЫ Наворачивать болты. Закручивать гайки. Прекрасно. Заострить коньки. Кирилл? Наточить коньки. Да нет, ну что, наточить коньки? Это неустойчивое выражение. Константин? Заострить... Навострить лыжи. А еще? Навострить лыжи. Навострить лыжи, то есть убежать откуда-то очень быстро. Великолепно. Кирилл, можешь правильно. Итак, как гроза среди чистого неба. Как гром среди чистого неба. Как гром среди ясного неба. Абсолютно точный и ясный ответ. Браво, Константин. Великолепно сыграли. Разрыв был гигантский. Сейчас он сократился чуть ли не вдвое. 65 у выпускников. 50 у вас. Великолепная игра. Следующий бой. Пришла пора тесты игры нашего скоростного централизованного тестирования. А тема... Суеверия. Есть у вас молодая, но симпатичная ведьма, Кирилл? Ну, три на выбор. Понятно. Выбирайте. Даша сходит на эту тему. Даша сходит. Хорошо. Дашенька, метлу свою так хорошенько почистите. Даша, у вас? А у нас тоже схожу я. Даша против Даши. Вперед! Начнем. Живет за печкой и шалит с начатой пряжей. А. Домовой. Б. Кикимора. И. С. Барабашка. Даша? Я считаю, что это домовой. Домовой. Даша из лицея ваша. Барабашка. Барабашка. Зачем барабашке пряжа? На самом деле, Кикимора. Она, оказывается, живет за печкой и путает начатую пряжу. Никому хотя бы могли бы 10 очков заработать. Играем. Каждая утопленница. Даша. Даша. Каждая утопленница может превратиться в русалку, если она купалась. А. Без подружек. Б. Без одежды. С. Без креста. Даша. Возможно, без креста. Без креста, конечно, утонешь, превратишься в русалку. Это абсолютно правильный ответ. Для защиты от ведьм в Иванову ночь на пороге клали. А. Барану. Б. Крапиву. С. Шиповник. Даша. Крапиву. Вы знали? Нет. Ну, наверное, натыкались неоднократно. И это правильный ответ. 10 очков. Играем. Оказывается, у наших суверенных предков было множество имен для разных лихорадок. Так вот, лихорадка по имени Глядея, Глядея, приносит человеку А. Бессмыслицу. Б. Бессонницу. С. Бескормицу. Б. То есть, бессонницу, Глядея. То есть, человек глядит, глядит, и ночью все глаза свои проглядит. От бессонницы, вы правы, плюс 10. Итак, представьте, что вы заболели и видите во сне горячечном, сне крылья. Это означает, а. Куриная диета, б. Выздоровление и ц. Скорое вознесение на небо. Даша? Возможно, скорое вознесение на небо. Ну, какая вы пессимистка, Дашенька. Даша Цибулькина, прошу. Второй вариант ответа. Я не помню, какой. Да. Второй вариант ответа. Я не помню, что. То ли куриная диета, то ли выздоровление, то ли... Воздоровление. Воздоровление. Крылья. Да, выздоровление. Поднимитесь вы над своей болезнью на крыльях. Итак, 85-65. Выпускники клуба «Виллая Рысь» пока лидируют, но от них и другого я и ожидать не мог. У нас слайд-игра. Вперед! Тема слайд-игры «Университеты мира». Видим картинку, называем университет. Кирилл, кто знает в лицо буквально все университеты? Я не сомневаюсь в знаниях Лизы. Прекрасно. Лицей. Кто мечтает и так вот по ночам запоминает, куда он попадет? Я очень надеюсь, что Константин справится с этой задачей. Лиза против Кости. Вперед! Итак, ничего жать не нужно. Мы начинаем с выигрывающей пока страны. И начинаем мы с самых знаменитых университетов. Начнем. Это Кембридж. Это Кембридж. Да, Кембриджский университет. Плюс 15. Лиза, великолепно. Константин. Это МГУ. Нет, это не МГУ, к сожалению. Лиза. Я смею предположить, что это Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина. Это старый его корпус. Да, Лиза, вы правы. Плюс 10. Лиза, играем с вами. Я смею предположить, что это Оксфорд. Это Оксфорд. Плюс 15. Хорошо. Костя, играем с вами. Массачусетс? Я не знаю. Нет, ну Массачусетс. Нет. Ну, там Массачусетский технологический. Он по-другому немножко выглядит. Может, Лиза догадается? Это Гарвард. Это Гарвард. Плюс 10 на подборе. Лиза, прошу дальше. Ну, скорее всего, это Великобритания. Это не Великобритания, так что вы уже не правы. Это США. Это Ельский. Ельский. Я думал всегда, что Ельский университет в Ельске у нас в Гомельской области. Ну, вы правы. Это Ельский университет Ель. Браво! Плюс 10 получает Константин на подборе у нашей несокрушимой Лизы. Продолжаем с вами, Костя. Это Колумбийский. Колумбийский. Понятно. Елизавета, может, вы ответите? Может быть, это МАЙТИ. МАЙТИ? Вот так вот. Нет пророка в своем Отечестве. Когда вы едете по проспекту Независимости в сторону Москвы, справа 15-й корпус БНТУ Белорусского национального технического университета. Теперь вы это знаете. Мы заиграем с вами. Это Белорусский государственный педагогический университет. Имени кого? Имени Максима Танка. Это правильно. Костя. Давайте это будет... Давайте Белгут, чтобы красота была. Я не знаю название. В соседней стране на Востоке вы поляк? Да, я знаю. А, понятно. Это Бел... Бел что? Белгут. Белгут. То есть Белгут находится в соседней стране на Востоке. Понятно. Вы поляк. Лиза, может, вы ответите? Ну, скорее всего, это в России. Уже хорошо. То есть человек знает, какая у нас страна на Востоке. Там два больших города. Питер и Москва. Не, я знаю. Там еще и Екатеринбург есть. Ну... Казань большой город. Близко к нам Москва и Питер. Екатеринбург, это Урал. Так, ну... Что же это за высшее учебное заведение? Ну, ладно. Пусть это будет МГУ. Московский. Государственный университет. Старый его казаковский так называемый корпус. Блестяще. Лиза, играем с вами. Три, две, одна. Костя. Это Белгут. Это Белгут. Наконец-то. Белгут. Старый корпус в стиле конструктивизма. Константин, играем с вами. Эта страна уже не на Востоке, не на Западе и не на Севере. Скорина давайте. Лиза. Если не на Севере, не на Востоке и не на Западе, значит на Юге. Пусть это будет Киевский университет. Это Киевский университет имени Шевченко. Да. 175-85. Лиза отыграла просто блестяще. Ну, риск игра. Итак, внимание. Выпускники клуба «Белая рысь» против Гомельского государственного областного лицея. Риск игра. Игра единственная со штрафом. Кирилл, кто у вас пойдет добивать? А можете не добивать? Может. Я сам схожу. Хорошо. Кирилл у нас мудрый и справедливый. Даша, кто? А у нас пойдет Сергей. Итак, Кирилл против Сергея. Вперед! Сто очков! Сто очков! Сто очков! Сто очков! Сто очков! Просят болельщики. Сто очков можно взять, но можно и минус сто влететь на этом замечательном. И вот тогда у нас будет первый в истории вроде пятерки отрицательный результат. Играем. Этот русский писатель и сам игрок, и автор романа игрок. Кирилл? Это Федор Михайлович Достоевский. Достоевский. Великолепно. Продолжаем. Братаемся. Эти братья-фантасты начали со страны Багровых туч и закончили градом обреченным. Братья Гримм? Братья-фантасты, да. Как сейчас помню, открываю сказку, а там страна Багровых туч. Кирилл? Ну, это, видимо, Аркадий и Борис Стругацкий. Стругацкий, вы правы, играем дальше. Считаем количество товарищей у Ремарка, деленные на мушкетеров Дюма. Ну, как говорится, настоящих товарищей не может быть много. Так что мы предположим, что их также было три. И вы правильно отвечаете. Плюс 20, Сергей. Великолепно. Ищем поисковые запросы. Украшение взбесившейся шубы. Раз. Как приготовить жаркое компот из одного оленя. Два. Полеты на ядре. Три. Кто это? Кирилл? Барон Мюнхгаузен. Барон Мюнхгаузен, да. И заканчиваем. Говорим правильно. Крик, гласящего в пустыне. Кирилл? Глаз вопиющего в пустыне. Вокс кламанс ин десерту, как говорили древние римляне. Я думаю, что мой голос не останется глазом вопиющего в пустыне. Великолепная игра наших студентов. Прекрасно сопротивлялись им. Выковывали свои замечательные характеры наши лицеисты. Но кто бы ни победил, кто бы ни проиграл, всегда побеждает ум, сообразительность, юмор и интеллект. Ну а самое главное, помните нашу плечевую фразу? Теперь вы это знаете. Смотрим пятерку, получаем десятки, играем. Редактор субтитров А.Семкин